всех приветствую друзья что у меня снова на канале сзади меня опять китайский автомобиль voyeur free уже можно сказать китайские дилеры мы стали официалы только их и клеем ну это у всех наверно сейчас тенденция вот познакомьтесь моделька получается ваях free 23 года бампер идет уже но это рестайлинговая модель бампер же другой совсем не как у многих тут просто я сидел и плакал на него смотрел вчера его пригнали я поставил вот так табуретку здесь села и смотрел короче больше 10 элементов я насчитал отдельных бамперу то есть его однозначно я думаю наверное полекала потому что но нереально одним куском это очень и очень будет долго и проблематично заклеивать полиуретаном оговорюсь потому что здесь комплекс работ какой всю переднюю часть заклеить полиуретан пленкой стойки панорамную крышу полностью зеркала ручки пороги внутренние пороги наружные чтобы они не песочились вот эти хромирование хромированные глянцевые элементы потому что они тоже царапаться будут пластиковые их заклеить зону погрузки шильдики все снять все эти полоски под алюминий сделаны в антихром рейлинги в антихром здесь в антихром вот эти маленькие кусочки тоже антихром будет короче комплекс работ тоже не маленький что еще по нему почистить не почистить пропитать кожу потому что машина только вчера забрали салон и сразу к нам и пригнали делать и и и и установить сетку в бампер вот все вспомнил еще что-то думаю было вот такой вот аппаратик интересно очень даже также выезжаешь и ручки как у всех бело-синий салон вот эти элементы тоже салона все забронировать то есть получается под ручками вот эти пороги хромированные детальки здесь кнопочки большой дисплей у него идет уже вот так вот он задвигается превращается в узкую полоску и также выдвигается превращается уже в один большой монитор но здесь выключил я тоже для пассажира тоже монитор зарядка для телефонов зарядка для ключа то есть ну такой аппаратик интересные очень крыши панорамная но с газовым напылением то есть тонируется белеет самое интересное нам прозрачности нету как узи кира на либо матовые белые либо черные становится повторюсь машинка прям салон еще в пакетах все нам нужно будет ее все зоны риска кнопочка для открывания багажника здесь подарок коврики были зарядное устройство багажник не маленький такой хорошенький вчера ее пригнали сегодня в две фазы вымыл всю продул чтобы никаких песчинок ничего даже вы видите подкрылки идеально чистые сейчас будем разбирать потому что я делаю с подворотом и разбирать однозначно по итогу как заклею переднюю часть ну все что говорили ее нужно будет предварительно сначала мне ее полирнуть надо пробежаться потому что где-то есть моменты очень такие некрасивые ну типа такого момент такого вот здесь ли видно отпечатки от пальцев уже есть вот эти стойки вообще просто затертой кого-то но я не знаю китайцы щеткой и мы предпродажку делали вот полируем отклеивая и по итогу ее всю еще нужно будет вместе с пленкой покрыть керамику то есть основной кузов и что будет заклеены все элементы покрыть в керамику вот такого-то аппаратик интересненький интересненький приступаем начинаем делать сейчас наверное займусь я порогами стойками вот этими глянцевыми лекалы уже обговариваем с менеджером с нашими друзьями из квм сейчас мне сделают лекалы на бампер полностью зеркала лекалы и и салона все остальное получается из цельного куска капот крылья пороги это уже я сам буду все клеивать ну как то так вот такой вот аппаратик честно у меня с утра уже кровь свернул почему не знаю может это какой-то глюк она поймала грубо сказать вчера и пригнали в гараж загнал поставил все при хозяине закрывая и поехал домой то было дело вечером сегодня утром приехал на кнопки брелка нажимая она меня даже 0 внимание не открывается второй брелок взял опять 0 внимание то есть ходили вокруг нее плясали с бубном ничего не получается потом чисто случайно бац а уже взяли первый брелок пошли поменяли батарейку вставили но думаю может батарейки сели мало ли поменяли батарейку никакого внимания не она не отдает ну не отвечает на брелок вообще взяли 2 брелок и чисто случайно ушли так сказать на другой конец бокса она у меня бац закрылась не закрылась отошел потом подхожу ближе но мне бац открылась все зеркала выехали ручки выехали отхожу бац закрылась именно со вторым брелком первый так и не функционировал не знаю какой-то глюк был самое интересное нету никакой здесь кнопочки там я не знаю функции чтобы ее сервисный режим поставить то есть она всегда стоит заведенный включены я заклушил сейчас вот фары выключила приветствие так называемые дисплеи а дисплей по-моему горят но в итоге она сейчас грубо сказать уже готовы ехать в драйв да то есть нет не разобрался еще сейчас конечно еще полази самое интересное вот у меня стекло здесь стоит она на щитке показывает что фура едет рядом человек он ходит все уже не ходит человек уже ушел ну не суть на короче фура здесь внутри парковался вот такие вот моменты ладно начинаем что вот так вот в процессе уже у нас вояк воях извиняюсь неправильно короче заклеил фары сразу чтобы потом если завтра капот клеить за них зацепиться потому что пленка на пленке намного отгезии больше дает отполировал два передних крыла прямо в идеал вывел все чтобы пленка никаких косяков не было заклеил вот эти стойки это вот еще перепришлось переклеить не понравилось мне тут немножко стык какой-то образовался эти тоже заклеены пороги заклеил то есть полоску отпустил основную вот здесь вот полоска идет вот здесь то есть на углы все защищены потому что здесь резинка не будет височиться бог будь здоров тоже заклеили сразу но все четыре двери получается здесь ворожек заклеил здесь стойки заклеил все сейчас вот буду накидывать крылья вот и пускай до завтра сохнута уже завтра капот гору сказать чтоб крылья накину чтобы капот зацепиться за так вот вот уже крылья вырезал нормально везде с запасом бампер снят бампер снимается тоже довольно легко здесь самореза получается здесь в обшивке саморезы и по низу болты на 6 но единственное здесь там прям легкая ходит а вот здесь вот плотничком я думал сначала вот эти надо откручивать есть трещотку засовывают никак не идет и все я говорю плотничком здесь не видать что из-за защелки ты чё ты чё ты как-то раз смотрю оказывается защелка потихонечку раз поддернул и вытащился и все я выдохнул я думал как снимать его если здесь защелки а здесь он по верху идет клёпаный вот они клёпки я думал их расклепывать это верхняя часть снимается и потом только уже как бы ну из под нее можно будет залезть но нет такой вот бамперочек снизу не видел не дам и завтра будет протереть лекала уже сказал должны прийти это будет забронировать ребята кто сразу мать пленщики так клещики смотрят сразу скажу на этой машине лучше не рискуйте не берите клеить вот этот тот стоп-сигнал так называемый фонарь что ли как я не знаю обозвать фонарь то маленький а здесь прям стоп-сигнал большой из-за чего причина в том то что ребята краснодаре разговаривал с ним они попали на триста восемьдесят тысяч триста восемьдесят официальная цена как бы им напрямую завода там какой-то поставщика не то что какие-то официальные тоже дилера занимает этими машинами лекала снимает короче за 220 тысячам прислали 240 но не суть то есть пленка мы наклеили не пленку утром приходит у них она вся мраморная как у дыни корка то есть вся потресканный лак пошел взаимодействие с клеем он начал трескаться и говорит пока мы снимали пока ночью тут смотрели и он еще больше пошли эти этот трещины и но не сполировать их ничего не очень стали глубокие короче попали вот на этот игру через знакомых там через как-то поставщиков каких-то они заказали новый фонарь то есть грубо сказать машину сделали бесплатно вот так что будьте аккуратнее ребят то есть о каком не сказал это еще идет на паршах девятьсот одиннадцатых новых туарегах вроде бы у кого короче вот такие вот фара задние стопарень ну не суть кто как он называет вы поняли вот такие проблемы ну короче я продолжаю клеить крылья все вот крылья накинули так сказать разгладил я подсохли они завернулся как положено конты сейчас вот вырезали капот накинули то есть здесь я прихватился спиртом подтянул здесь подтянул спиртом прихватился здесь все у меня натяжки сидит теперь нужно выгонять воду начинаем середины так ребята камера наверно вот так поставлю чтобы вам было видно и мне двумя руками работать чёрт страшно на китайских авто что вот так и роводы выгоняешь особенно на капоте на дверях есть прогибается металл вот за это страшновато немножко помощник нужен помощник нужен никто работает ребята не крочит от слова совсем Приходил уже человек 20-30 И всем что-то не нравится Вроде кому-то нравится Все, думаешь завтра он выйдет Бац, не приходит, трубки не берет Думаешь, да е-мое Что не так-то Никого работать не заставить Называется Нету трети руки, жалко Так хотелось бы Очень нужна будет Просто надо проверять Чтобы все вот эти маленькие пузыри На большой площади Не оставались С края-то их можно еще там Чуть-чуть поддернуть и убрать А на большой площади Это будет очень проблемой В плане того, что остаются ореолы Так сказать В наших кругах На клещик хоть называется Шок-лайн Это получается Шок-лайн Остаются Вот ты подорвал Например, тянешь Вот Где линия остановилась С горизонта То есть, докуда ты дотянул Пленку, поднял Вот в этом месте Клей растягивается И остается бугорок Ну, на ощупь он неощутим А вот на взгляд Такое ощущение, что Как будто Какая-то ступенька Блин Ну, вроде все идеально Вот эти разводы Это от пленки еще Ой, от воды Еще уйдут Если вы видите Полоски вот как От скребка разглаживал Это все испарится Так вот Надо убрать нам Косичок Видите, я его убираю Он назад уходит Это о чем говорит То, что Много там Мыла Мы сейчас поднимаем Вот так вот Спиртик Вот туда брызгаем Все, он мыло убирает И спирт дает Большую адгезию И с пленкой сразу Схватывается Обратите внимание Видите, пузырик Вот его чуть-чуть Подорвал И пока там вода Его Аккуратно выгоняешь Все Все Вот в таком виде Капот оставляем Так, надо вот здесь Закрепить А, ну вот здесь Держит Все нормально Вот в таком виде Капот оставляем Сохнуть Я обычно это делаю Под вечер Натягиваю И Оставляю его Сохнуть до утра Вода уже утром Приходишь Испарилась Вот этих разводов Помутнений Уже нету Все прям Обрезаешь Заправляешь Загинаешь Так сказать И капот готов Я повторюсь То, что я специально Натянул пленку Сначала на фары Чтобы зацепилась Вот эта пленка Потому что у нее Адгезия Когда пленка на пленку Ложится Очень хорошо Вот И так же здесь Крылья мы Обклеили И потом здесь Зацепились Все Ждем Пока высохнет Сейчас будем Клеить Наверное Вот эти стойки Боковые Над лобовым полоску А потом Перейдем на пороги Повое Все Капот Подсох Сейчас буду Подворачивать Вот уже Прошелся Кант Стойки Заклеил Тоже Подвернул Шов Прям Незаметный Сейчас Верхнюю часть Наклею И уже Потом Здесь Обрежу Искусство Обрезать По Металлу Так сказать По кузову Чтобы не осталось Просечки Тут уже годами Тренироваться Надо Не у каждого Получается Так Заклеены Пороги Вот эти части Вот так Передние Пороги Пришли Лекала На бампер Передние И на все Глянцевые элементы И мониторы В салон Тоже Сегодня займемся Вот эти части Заклеим Там Плафончики На руле Но это попозже Сейчас вот Приехала Элантра Я ее до этого Клеил Она приехала К корректировку Что такое Корректировка Ребят Ну вот например Вот здесь Вот пленочка Край отошел Мы сейчас Ее в миллиметр Этот отрезаем Прям И все Вот это называется Корректировка Потому что Где-то она не Садится Грязь забивается Мы сейчас Вот этот вот Полмиллиметра Надо ювелирно Отрезать А так как бы В общем Все хорошо Никаких Задиров Никаких Таких Нюансов Нету Но здесь Вот То что Очень плотно Фара выдвинула пленку Надо будет снять фару Тоже Ее погреть И этот заломчик Убрать А так В основном Все хорошо Здесь клеилась Морда Передняя и лобовая С лобовым Передняя часть Боковые и лобовая Тонировались Термальную пленку С голубизной Она вот эффект дает Задняя часть Клеилась Пятипроцентной И все вот эти Шильдики В лантрах Значок Хунда И все это Делалось Антихром Вот И Ну передний значок А ну еще Вот эту Надо прорезать Я не стал Пока трогать Но она тянется Потом уже Сейчас аккуратненько Тоже подрежем Чтобы если что Крюг вставлять Потом Не было Нюансов Вот такие Я говорю Вот Показывает Пыль где И что И как Сейчас прям Миллиметр Отрезаешь И все И нормально А так Как бы машина Уже проехала Сколько В месяц Два Точно Просто он Работает В другом городе И только сейчас У него возможность Появилась Приехать К нам На корректировку Ну как он говорил Я говорю Он звонил Через две недели Типа Я не получается Я говорю Ну а там есть Какие-то у него Да нет Вроде все хорошо Ну такие моменты Либо он не видел Либо что Ну пригнал Сейчас будем делать Человек доволен Все хорошо Ладно Все Приступаем Ну все Почти Почти Финишная Прямая Что у нас Морда Заклеена Капот Крылья Бампер Ребят Бампер Два дня Я Колдовал Над ним Честно Мне как мастеру Ну процентов На 85 90 Мне нравится Потому что Поликалом Это смерть Это что-то Как-то Я не знаю По-другому Никак А Как получается Здесь зазорчик Там не хватает Тянешь Ну короче Кто в теме Тут поймет Зеркала тоже Одно зеркало Получилось Прямо Нормально Идеально А второе Блин Уже раза четыре Переклеил И наверное Походу пятый Буду переклеить Потому что Ну Не ложится Нормально Не могу Вот этот изгиб Очень прям сильный Очень подворачивать Надо Жестко Так-то Вот это все Заклеил Нижние части Эти Пороги Вот эти Тоже заклеил Сейчас вот Получается Ждем пока Смолярки Рейлинги Покрасят И буду ставить Уже Потолок Собирать Все будет Короче Ужас Вот так вот Выглядит Газовая Панорама Здесь Стойки Заклеил Здесь Крышу Тоже Полоску Закинул Вот Сейчас Сделаю Ну Рейлинги Поставят Подолок Соберут Все И полировать В керамику В керамику По машине Все Мне осталось Мелочи Прям Вот Эти Самые Самые Нижние Пороги Вот Эти Надо Заклеить Тоже Геморрой Еще тот Называется Там Отверстия Есть Такие Видно Нет Вот Тут Под них Вырезать Все Загибать Короче Весело Здесь Пороги Все Внутри Заклеил Эти Заклеил Вот Эти Арки Заклеил Здесь Полоску Заклеил Даже Ребята Вот Эта Часть Тоже Заклеил Потому Что Здесь Резинка Будет Натирать Что Здесь Вот Она Натирать Будет Что Здесь Заклеил Как Все Качественно Без Всяких Пузы lorsqu всяких мусорик врач идеально заклеилась эти части тоже заклеил начался он видите капельках антихром сделал здесь пришлось содрать потому что вот вот такая беда сейчас попробую подсохнуть подгладить загладитесь не получится то переклеивать его тоже будет надо будет ну так как бы все ништяк мне нравится результат я говорю с бампером конечно повозился два дня знатно просто мне просто всю голову съел вроде получилось все хорошо без всяких без всяких но все равно мне не нравится кто-то скажет нормально ты чё хороший все ништяк я не знаю мне как дотошного мастера очень-очень как-то так зашел ладно все продолжаем ну что конечный результат лаяха конечно не получилось нам заснять когда его отдавали то есть она уже быстрее быстрее девушка забрала срочно и куда-то он был ехать вот единственное 4 4 дня пригнала вот эту часть переклеили из-за того что там шоклайн высветился на солнышке постояла растянулась еще больше проявился мы переклеили все нормально а так в общем все ништяк то есть лютейший блеск лютейший гидрофор потому что она уже приехала в мух было мы ее помыли переклеили вот эту греб переднюю часть вот так все получилось ништяк все дисплеи защитили вот эти все защитили уже в капельках как бы все ништяк получилось машинка блестит потому что была в керамике результат шикарный я думаю закрывали всю в керамику и пленку и заднюю часть бампер получился отлично никаких нет заусенцев никаких этих утиполяка вон сеточки он уже спасает как вы видите ну лишь так слава богу ну все друзья всем спасибо за просмотр вот такое видео про ваях фри так что кому что интересно пишите спрашивайте задавать вопросы постараюсь ответить всем пока удачи смотрите дальше